Атлас профилакс Атлас опирается на второй шейный позвонок, который называется аксис. Аксис по-гречески – ось. Второй шейный позвонок дает ось вращения для атласа и головы, которая опирается на атлас. Красным цветом и стрелками показаны суставные отростки черепа. Вот так атлас соединяется с черепом, образуя первое подвижное соединение, в котором голова может совершать кивки. Сейчас к ним присоединяется аксис, образуя второе подвижное соединение, в котором голова может совершать повороты. Обратите внимание на эти кадры. Шея стоит неподвижно, череп и первый шейный позвонок скользят относительно второго шейного позвонка. Голова совершает движение – поворот, а шея при этом отдыхает, несет опорную функцию. Когда атлас расположен на его природном месте, человек может наслаждаться продолжительной и гармоничной жизнью, в полном душевном и телесном здоровье. Однако практика показывает, что первый шейный позвонок атлас смещен у всех, и такое положение длится с незапамятных времен. Череп вид снизу. Смещенный атлас поворачивается и занимает наклонное положение. Одна его половина уходит вверх и вперед, другая вниз и назад. Вот так атлас частично перекрывает выходы из черепа – большое затылочное отверстие. При этом страдает продолговатый мозг, который обеспечивает жизненно важные функции тела. Страдают позвоночные артерии, которые проходят в боковых отростках атласа. При этом снижается кровоснабжение мозга, ухудшается отток жидкости. Вид сбоку. Атлас не может выйти из этого положения. Он фиксирован мелкими мышцами шейно-затылочного перехода, а часто еще и мелкими костями в основании черепа. В процессе жизни это положение только закрепляется. Смещенный атлас оказывает повышенное давление на позвоночный стоп, позвоночные нервы и позвоночные артерии. Также на сонные артерии, различные кровеносные и лимфатические пути. Одна проблема вызывает вторую, третью, и они поддерживают друг друга, образуя замкнутый круг. И все это упирается в атлас. Атлас не только носит на себе череп. Он также участвует в поддержании равновесия, формировании осанки и движения человеческого тела. Когда атлас расположен правильно, движения легкие и приятные, осанка красивая и гармоничная. Боковое смещение и косое положение атласа приводят к искривлению позвоночника, нарушению осанки и движений человеческого тела. В последствии этого различные болевые проявления. Боли в шее, пояснице, затылке, выпадение грыж диска, искривление таза, разница длины ног и многое другое. Постепенно все тело становится больным. Проблемы спускаются сверху вниз. Если детей беспокоят шеи и затылок, то в среднем школьном возрасте присоединяются проблемы в грудном и поясничном отделах. А с возрастом мы начинаем жаловаться на боли в крупных суставах, плечах, локтях и коленях. Смещенный атлас является главной причиной различных болей, повышенной утомляемости, инвалидности, отряхления тела, угрозы ранней смерти. Существует решение методика атлас-профилакс. Рене Клаудиус Шумперли создал единственную в мире методику, которая позволяет устранить главную причину вышеперечисленных страданий. Методика устраняет смещение атласа и делает это безопасно и навсегда за один единственный раз. После применения процедуры атлас-профилакс в теле начинаются процессы самовосстановления. Исправленный атлас в силу анатомических и механических причин уже не может сместиться. С атласом, расположенным на нужном месте, здоровье является реальностью для каждого человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова